Не праздника без митинга. Вот и в день дурака коммунисты вышли с плакатами к памятнику Горелина. На этот раз протест против нечестных выборов, которые проходили в середине марта. Тогда коммунист Андреев Танеев уступил единороссу Артуру Фокину. Красные считают, что голосование было нечестным, а потому и плакаты соответствующие. Победитель в волчьей шкуре. Кстати, среди наглядных материалов есть у коммунистов еще и бутафорские «Лом и Дубинка». Мы сами садимся на штабе и рождается идея. Сначала вспомнили, как победила «Единая Россия», с помощью чего. Потом наш первый секретарь взял лобзик и выпилил административный «Лом». Хотели сначала настоящий «Лом» принести, но жалко. Бутафорский «Лом» как бутафорская победа над «Единой Россией» на этих выборах. Вот такой коллективный креатив в рядах красных. После митинга все протестующие засобирались в городской избирком. Туда, по слухам, должен был приехать Владимир Чуров, председатель ЦИКа. Инкогнито. Мы все-таки думаем, что доедет. А если не доедет, вручим председателю городской избирательной комиссии. Вручим обязательно. И административные «Ломы», полицейскую «Дубинку» и мыльные пузыри. Конечно, приезд Чурова в Иваново все приняли за первоапрельскую шутку. А зря. Высокопоставленный гости вправду был замечен в коридоре мэрии. Так что все приготовленные подарки удалось передать по адресу. Передайте «Единой России» пузыри мыльные. Смешарики. Смешарики. И полицейскую «Дубину». И вашу полицейскую «Дубину». Которую постоянно используйте. Ваша «Единая Россия» побеждает на выборах. Наш любимый инструмент. А потом коммунисты стали просить, чтобы седобородый гость исполнил их желание. Перепутав Чурова то ли с Дедом Морозом, то ли со стариком Хатабычем. Тем не менее, красные верят, что именно глава ЦИКа может помочь им с победой на сентябрьских выборах в Облдуму. Заветный результат – 146% голосов избирателей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.